Электронная подпись для физических лиц. С течением времени МИР, госуслуг и обмена официальной информацией стал давно доступен при помощи сети интернет. Однако долгое время подобная переписка не могла быть признана госструктурами, так как документы, отправляемые посредством электронной почты или специальных мессенджеров, были безликими, то есть невозможно было доказать, что бумага пришла именно от того лица, чье имя указано в документе. Однако с недавних пор граждане получили возможность получать, авторизовать и использовать для подобной переписки электронные подписи. Что такое электронная подпись? Электронная подпись для физических лиц – это набор информации, файл с особым расширением и криптографическим преобразованием, принадлежащий одному человеку и полностью заменяющий нормальную подпись, выполненную шариковой ручкой на бумаге, так как имеет уже юридическую силу. Обладатель сертификата, свидетельствующего о наличии электронной подписи, имеет следующие возможности для дистанционного ведения официальной переписки. Прежде всего, это пользование информационно-сервисным порталом госуслуги, доступным по адресу госослужа в части оформления заявлений на получение опции через МФЦ, либо Росреестр, а также в случае запроса электронных копий официальных документов, выписок из реестров или иных бумаг. Госуслуги также данная электронная подпись «ЭП» сильно помогает при сдаче налоговой декларации по форме 3НДФЛ и запроса интересующей налогоплательщика информации на официальном сайте ФНС по ссылке налог. Кроме того, многие электронные порталы требуют электронную подпись для предоставления государственных услуг различного рода, а именно оплаты штрафов ГИБДД, запроса справок, оформления техпаспортов и прочих документов. Многие коммерческие кредитные учреждения, например Сбербанк, имеют возможность предоставить своим клиентам услуги интернет-банкинга, проведение операций через которые возможны лишь после вставки. Важно! О необходимости наличия под администрацией информационных и сервисных порталов уведомляет граждан до начала заполнения формуляра на предоставление услуги. Год закупки основные виды АЦВ. Электронная подпись в зависимости от важности документа, на котором она проставляется и статус организации, запрашивающей ее, бывает трех основных видов. Категории сертификатов подразделяются на следующие качественные критерии, приведенные в списке простая леп, это файл, имеющим свой алгоритм и набор данных, а также коды доступа, введение которых подтверждает уникальность ее использования лишь одной персоной. Данный цифровой сертификат может потребоваться для оформления документов и получения выписок, касающихся лишь держателя АЭП. Усиленная, неквалифицированная подпись создается путем криптографического преобразования и защищена особым цифровым ключом. Данная подпись не только удостоверяет уникальность своего владельца, но также позволяет полностью исключить возможность корректировки заверенного документа после проведения этой процедуры. Усиленная, квалифицированная АЭП – это набор данных, алгоритм применения которых в большинстве случаев повторяет предыдущий вариант. С разницей лишь в том, что ключ защиты сертифицирован службой ФСБ страны. Важно, квалифицированные подписи доступны далеко не всем гражданам, а только тем, кто имеет доступ к информации особого уровня секретности. Например, к документам, содержание которых составляет Гастайн у нашей страны. Работа налоговиков – процедура получения АЭП для физлиц. Как получить электронную подпись для физического лица? Для того, чтобы гражданин имел возможность получить свою собственную электронную подпись, он должен проделать определенные шаги. В соответствии со следующим алгоритмом, для начала ему необходимо определиться, какой именно формат АЦ ему требуется, исходя из набора планируемых к получению услуг. Как правило, рядовой физлицо получает обычную АЭП, так как в усиленной просто нет необходимости. После этого он должен зайти на официальный портал Минкомсвязи по ссылке Минсвяз, где ему следует выбрать интересующий и наиболее удобный для него по месту расположения удостоверяющий центр УЦ. Следующим этапом заинтересованное лицо обязано заполнить заявку, выбранной ему Ц, используя бланк установленной формы. Данный документ доступен на том же сайте по ссылке закупки Минсвязи, а после его оформления необходимо отправить его выбранное учреждение. Так как данная процедура предоставляется по желанию и не имеет обязательных требований, но в то же время на обработку заявки уходит. Некоторые ресурсы, в том числе и оплата рабочей силы, она не может быть предоставлена бесплатно. Так, гражданам на адресах электронной почты приходит, вложения с выставленным счетом, которые необходимо оплатить банковской картой или иными доступными способами. Далее, по уже известному адресу необходимо отправить отсканированные документы заявителя в виде удостоверения личности идентификационного номера налогоплательщика, а также сертификат СНИЛС. Последнее, что требует сайт граждан, это явиться в УЦ после того, как на почту придет уведомление, что все документы рассмотрены. В департаменте организации необходимо будет показать все оригинальные версии документов, отправленных ранее в виде сканов, после чего заявитель получит запрашиваемый сертификат ЭП. Важно! В случае, если УЦ выдает отказ, необходимо связаться со службой поддержки клиентов и выяснить причину данного действия, после чего попытаться исправить проблему личным визитом в удостоверяющий центр, в кабинет компетентному сотруднику. ЭЦП Процедура получения ЭЦП через госуслуги Многие граждане, которые являются активным пользователем системы «Мои документы», часто задают вопрос ЭЦП, как получить дистанционно онлайн, не покидая привычного сайта. Процедура получения ЭЦП может быть проведена через портал госуслуг для всех авторизованных пользователей. Чтобы проделать данную процедуру, заявителям необходимо войти в каталог услуг и выбрать соответствующий раздел в открывшемся меню. Далее гражданин выполняет все действия в соответствии с приведенной выше инструкцией, а именно, оформляет заявление, выбирает УЦ. Оплачивает счет, привязанное к порталу карты, прикладывает сканы сопроводительной документации, отсылает их в организацию. Разница в оформлении заключается лишь в том, что все эти действия интерактивный контент портала предлагает выполнять последовательно. Подсказывает клиенту каждый следующий шаг. Так, даже заполнение заявления будет проводиться шаг за шагом и новая строка для заполнения будет доступна после оформления предыдущей. Причем неверное слово или фраза не позволят проделать заявителю следующие шаги, пока ошибка не будет полностью исправлена. Важно! Если обретаемая будет использована лишь для подтверждения операции на самом портале, она получается в любом отделении Минкомсвязи или Почта России при предъявлении удостоверения личности заявителя без необходимости оплаты дополнительных средств. Структура УСЭК «Получить усиленную ЭП». Для того, чтобы физлицо могло получить усиленную ЭЦЭП, ему необходимо пройти практически тот же алгоритм, что в случае с обычной подписью. С разницей лишь в несколько нюансов, в частности, такие порталы, как «Госуслуги», не имеют полномочий на предоставление защищенного сертификата, который невозможно подделать без специального ключа. Таким образом, все заинтересованные лица вынуждены обращаться в Министерство цифрового развития, недавно созданное на базе Минкомсвязи. Среди общего перечня организаций, представленных на сайте, имеются несколько с особой пометкой, которые могут выдать именно усиленную электронную подпись и одной из них предстоит выбрать заявителю. Далее заполняется заявление стандартной формы с разницей в том, что физлицу необходимо обосновать необходимость подобного ключа. Список документов для граждан тот же, но ввиду того, что подобный ЭП выдается для проведения коммерческих сделок, гражданин скорее всего является и по или легитимным хозяйствующим субъектом. Это означает, что среди прочей документации ему необходимо будет также предъявить выписку из ЕГРЭ. Далее шаги остаются теми же и после оплаты услуги человек должен явиться в соответствующее ведомство и получить свою ЭЦЭ. Важно! Если же гражданину потребуется квалифицированная подпись, то он должен принимать участие в газзакупках особой важности, а именно быть участникам электронных торгов, организуемых различными государственными ведомствами, потому что она требуется для регистрации сделок, сопряженных с действиями властей, и в этом случае заявитель будет подвергнут серьезной проверке. Сколько действует ЭЦЭ? Как было сказано, высшая электронная подпись имеет персонифицированный сертификат, который, как и все подобные документы, вне зависимости от их формы, имеет свой период активности. Это означает, что по истечении срока действия ЭЦЭ необходимо подтверждать, а сертификат после прохождения этой процедуры автоматически продлевается. Важно! Так, сертификат ЭЦЭ действует в течение 365 суток со дня его выдачи и обладатель его может до истечения этого срока подписывать электронные документы без ограничений, однако как только период активности заканчивается, ключ автоматически утрачивает свою защиту и подпись становится недействительной. Для того, чтобы работа сертификата была возобновлена, обладатель подписи должен явиться в тот же удостоверяющий центр, где он получал первичный ключ и пролонгировать его действия. Однако законодательство в области регулирования виртуального документа оборота предполагает одно послабление, даже после истечения срока действия ЛЭП. Ее владелец может продлить ее еще в течение дополнительных 30 суток, а пока он этого не сделал, старый сертификат продолжает оставаться активным. Это означает, что еще месяц гражданин имеет право удостоверять документы, предъявлять декларации в налоговые органы или выполнять иные действия и максимум, в чем изменится порядок его действий во время ожидания выпуска нового ключа, так это постоянное уведомление от системы о необходимости срочной замены ЛЭП, которую можно взять непосредственно перед блокировкой ключа. Усиленная ЦВ в завершении следует сказать, что подобное развитие цифровых технологий сильно упрощает жизнь граждан, избавляет их от необходимости хранить дома объемные папки с различными документами, так как все они помещаются в корневом каталоге электронной базы данных оформлены на их имя после регистрации на портале. Кроме того, электронная подпись значительно сокращает время, затрачиваемое заявителем нахождение по различным госучреждениям и стояниям в бесконечных очередях, так как практически любая проблема решается за экраном ноутбука, ПК или мобильного телефона. Субтитры создавал DimaTorzok